МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как приятно снова возвращаться к съемкам. Но, наверное, это будет одно из самых тяжелых и важных видео на моем канале. Всем привет! Меня зовут Маша, и я очень рада видеть вас у себя в гостях на канале. Прошел месяц, я сдала свою первую заочную сессию. Я не просто так решила, в первую очередь, закончить именно этот ролик. По статистике на 2021 год, около 57,8% всего населения так или иначе сталкиваются с кожными проблемами. Только представьте, какое количество людей испытывают смущение, неприятные ощущения. Около года назад я первый раз столкнулась с проблемами на моей коже. Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию? Какая разница между термотологом и косметологом? Понятное дело, что такой ролик я не могла снимать без специалиста, поэтому видео будет разделено на две части. Вначале будет подкаст с моим косметологом и дерматологом, или же врачом, который в свое время помог мне, поддержал меня. Ну а вторая часть уже будет наполнена моими ошибками, моим опытом, поддержкой, которая может так не хватать, когда вы сталкиваетесь с подобными проблемами. Про сессию и все свои дела я расскажу в следующих флогмасах, которые уже готовятся параллельно с этим видео. Но пока давайте поговорим о нашем здоровье и начнем. Я недолго думала, какого специалиста мне пригласить, и поняла, что хочу задействовать в ролике человека, которому я на 100% доверяю. Именно поэтому позвонила в клинику Эстем, где я лечилась сама, пригласила своего врача Татьяну поучаствовать в видео. Сразу хочу сказать, это видео не спонсировано. Оно направлено на поддержку и простую обычную человеческую помощь. Эстем участвует в видео бесплатно, и Татьяна отвечает на эти вопросы на абсолютно благотворительной основе. Самое первое, с чего хотелось бы начать, абсолютно стандартный вопрос, но как вы вообще пришли к этой сфере, почему вы захотели работать врачом-косметологом? Вы знаете, все очень как-то прозаично у меня. Мама врач-дерматолог-косметолог, то есть я продолжаю династию. И вообще это классно, когда ты ощущаешь себя полезной для общества. Это очень здорово. В чем отличие косметолога от дерматолога? Что может сделать дерматолог? Дерматолог может поставить диагноз и назначить наружное дерматологическое лечение. Ну и лечение внутрь тоже, да, то есть это диагноз лечения, все. А косметологические процедуры, чистки, плазмотерапия, фототерапия, это те процедуры, которые показаны вот в такой ситуации, их выполняет врач-косметолог. А когда конкретно нужно обращаться к специалисту? То есть в любом случае сначала нужно идти к дерматологу, если возникли какие-то проблемы? Ситуация немножко как бы не под вашим контролем. Высыпание, жирность кожи. Если пациент обратится к дерматологу, дерматолог поставит ему диагноз и назначить дерматологическое лечение. Есть врачи-косметологи, которые не занимаются лечением дерматологических заболеваний, и это нормально. Акне – это чуть ли не самая популярная болезнь 21 века. Есть ли какие-то основные причины, из-за чего может появляться эта болезнь? Акне изначально – это генетически детерминированное, генетически обусловленное заболевание. Кожа изначально у такого человека жирная, либо комбинированная. Триггеров очень много. Ну, сверху вниз самое простое – это может быть кария зубов. Во-первых, это близко, это зубы, это единая лимфатическая система, пророль хронического очага. Дальше – это лор-органы, и там, конечно же, любимые наши – это хронические пензели, ангина там очередная, вторая за год. Это именно для качества кожи. Состояние слизистой желудочно-кишечного тракта – это невероятно важно. А гормональный фон? Вот третий, вот вы меня про пережаете, да, если это уже какой-то, не знаю, в общем, четвертый, пятый момент. Гормональные изменения. Кожа, верхушка айсберга, она показывает, что что-то не так. Хорошо, человек уже скоро придет к дерматологу. Ну, вот, к примеру, во вторник у него прием, сейчас в понедельник. Как не навредить себе? Вот он понимает, что высыпание есть. Понятно, там, не давить, но, может быть, еще есть какие-то моменты. Да, я хотела сказать, самое главное – это вообще не давить и не заниматься самолечением. Не надо готовиться, надо прийти в максимально, простите, непотребном виде, там, ну, чтобы понять, в чем проблема. Очень сложно выйти на улицу, очень сложно психологически вот через это пройти, в особенности вот в этот момент воспаления. Как с этим справиться? Смотрите, если вы уже пришли к специалисту, там все как-то быстро уже меняется, потому что идет коррекция домашнего ухода. Вам, скорее всего, назначат обследование. Поэтому человек, когда уходит уже вот с этими знаниями, он меняет свою жизнь, кожа уже становится легче. Я об этом говорю, потому что я вижу, как меняется кожа пациента, который был у меня неделю назад. Буквально уже другой. Да, 2-3 умывания и уже, я не говорю, что красота наступает, но уже как-то, да, вроде как он уже на 2-3 тонны не такой посветлее, не такой красный. То есть вот, уже получше. Если у вас появились вопросы и вы хотите увидеть полный ролик с Татьяной, то напишите нам в комментариях, и мы придумаем что-нибудь новенькое и интересное. Я очень долго откладывала это видео. Думала, если я вернусь воспоминаниями во все, что со мной происходило, я элементарно верну все это состояние на мое лицо. Понятное дело, все должны наступать на свои грабли. Но так или иначе, когда слышишь о ошибках другого человека, какую-то ситуацию, какой-то момент ты можешь избежать. По крайней мере, я буду на это надеяться. Да, я не прекращала практически снимать ролики, когда у меня было самое главное обострение на моей коже. Не особо хорошая камера, в сравнении с той, которая сейчас стоит передо мной. Просто тонна тонального крема делали свое дело. Почему моя кожа начала болеть? На тот момент был очень сложный для меня год. Это был первый курс, когда Маша очень много стрессовала. Я не отдыхала толком вообще. Начались проблемы с женским здоровьем. Понимаю, насколько мне важно было в первую очередь отдохнуть. Мы назначили гормоны, чтобы исправить ситуацию. Гормоны это очень важное лекарство, которое помогает огромному количеству людей. Но именно в моей истории это было не особо грамотное решение. Учеба закончилась, но лето у меня было не менее активное. Я много путешествовала, постоянно передвигалась. Мы что-то снимали, делали. Очень много всего было. И я понимаю, что толком-то летом я и не отдыхала. Еду на Сапсане в Москву, я замечаю, что на моем лице появились какие-то странные выборки. Я столкнулась с закрытыми комедонами. Черные точки это открытый вариант. В первую очередь я подумала про аллергию. Я, разумеется, начала переживать, потому что в целом у меня никогда не было проблем с лицом. И все было в порядке. Все это зудело, это все болело, это воспалялось. И вот моя самая первая и главная ошибка, которую я совершила. Я не поехала к дерматологу, я не пошла сдавать анализы. Но, наверное, косметолог разбирается с такими небольшими проблемами, как на моем лице. И, как говорила Татьяна, первое, что нужно сделать, это сдать анализы и посмотреть, что происходит в вашем организме. Я иду на прием к косметологу. И вот это тоже важный момент. Лучше выбирать дерматологическую клинику, где есть и дерматологи, и косметологи, и другие специалисты, которые помогут вам разобраться с этой ситуацией. Я же пошла, по сути, в салон. Спасибо, что хотя бы на тот момент я знала разницу между механической и ультразвуковой чисткой. Понимала, что механическое выдавливание мне просто сейчас нельзя делать, потому что кожа была просто реактивной. Не сделали процедуру, я заметила улучшение, но, разумеется, эти процедуры не будут носить долгосрочный эффект. Пару недель ко мне вернулась снова. Да, мне посоветовали на тот момент Лаош Пассе. Да, это косметика, которая продается в аптеке. Но даже такой бренд может вам не подойти, если вы его не подберете со специалистом. Если раньше мне еще как-то помогал тональный крем, то тут сложнее всего было выходить на улицу и общаться с друзьями. Приживала ли я? Да. И ошибка следовать рекламе? Да, я испытала ее на себе. Да, я тоже надеялась на каждый новый крем. За рекламу много плакала и отменяла встречи. Вы не одни. Очень хочется это сейчас сказать. И вот в тот момент я первый раз пришла к Татьяне. Говорили очень долго. И самое приятное мне дали пробники. Разумеется, мне нужно было сдавать сессию, мне нужно было сдавать экзамены. Но я все еще не была у дерматолога и все еще не сдала анализы. И вот тут случился пик моего заболевания. Просто возвращаюсь домой, снимаю слой тонального крема и чувствую, как мое лицо горит. Я была одна в квартире, и я очень сильно испугалась. Я выпила таблетку от аллергии, потому что это было единственное, что на тот момент могло успокоить вот это состояние. Буквально через пару дней я прихожу на приему к дерматологу, задаю анализы. И самое интересное, что в этих анализах все было в порядке. Мне прописали один лечебный крем, и он мне помог. Помог сразу. Постепенно с Татьяной мы подобрали уход, и я уже пользовалась не Lausse Passe, популярной маркой, а именно Cervep. Сессия летняя тоже вернулась немножечко, помахала мне ручкой, сказала, Ваша, давай-ка мы снова вернем в состояние кожи. Но на тот момент все было намного проще, потому что какие-то точечные высыпания я могла убрать этим кремом. Я стала забивать на серьезную загрузку, на какие-то предметы, которые в будущем, возможно, мне даже не понадобятся. И постепенно стала улучшаться и моя кожа. В конечном итоге последняя процедура, которую мы выполнили с Татьяной, была фототерапия. По сути, это сужение сосудов. И знаете, сейчас мое лицо не идеально на 100%, и даже после сессии у меня были какие-то высыпания, потому что это абсолютно нормально. Вы не должны одни справляться с этой проблемой. И если у вас нет близкого человека, которым вы можете выговориться, вам всегда доступны комментарии чуть ниже. У меня нет сейчас этой проблемы, я с ней справилась. Неважно, столкнулись ли вы с розоцелой, с закрытыми комедонами, а возможно, с серьезной степенью акне. Главное, что мы все вместе справимся с этой проблемой. Очень надеюсь, что это видео вам пригодится. Вы узнали чуточку больше своей кожи, почувствовали себя немного лучше. Я вас крепко обнимаю, желаю вам здоровья, и мы с вами увидимся уже в новых роликах совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok